4 ноября – престольный праздник в Казанской церкви Серафима Дивеевского монастыря. «Какая великая раба Божья покоится у вас в обители!» Преподобный Серафим Саровский. «Во имя кого осветить Третий престол церкви?» недоумевала матушка Александра, основательница Дивеевской общинки, когда завершилось строительство новой каменной церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери. Чтобы поднялась эта красавица церковь, она приняла на себя подвиг добровольной нищеты Христа ради, распродала все свои имения, крестьян распустила и стала скромно жить в Дивееве. Сама Богородица указала матушке Александре на то святое место, где построить церковь. Левый предел церкви осветили в честь святителя Николая, а вот правый еще оставался неосвященным. Мать Александра, молившаяся в своей келье, вдруг услышала стук в окно, а затем голос. «Да будет престол сей первомученика Архидьякона Стефана!» На подоконнике матушка обрела неизвестно откуда явившийся образ этого святого, написанный на простом, почти неотесанном обрубке дерева. Правый предел по знаку Божью был освящен во имя первомученика Архидьякона Стефана. Батюшка Серафим очень почитал основательницу Дивеевского монастыря, мать Александру. «Теперь ничего у вас нет, а как Бог благословит, в мощах она у вас будет». Пророчество великого старца сбылось. В 2000 году состоялось обретение святых мощей основательницы Дивеевского монастыря. Преподая к мощам матушки Александры, хочется вслед за батюшкой Серафимом сказать «Госпожа наша и мать, прости меня и благослови, помолись, чтобы и мне было прощено, как ты прощена и помяни меня у престола Божья».